28 482 образования, 27 585 работ, 56 778 марафонов, 19 403 запущенных проекта, 87 928 идей для следующих. Человек-стартапер, человек-пожарник, человек-марафон, человек, который ломает преграды на своем пути и свергает горы, а затем записывается на 178 марафон, чтобы дальше было что свергать. Человек, при встрече с которым можно каждый раз смело спрашивать, чем занимаешься, и в ответ услышать о новом занятии. Если узнал себя в описании, скорее всего твой социанический тип Маршал Жуков, сенсорно-логический экстраверт, самый решительный социотип из 16, хотя сами Жуковы таковыми себя редко считают. Почему так происходит и какие фразы лучше никогда не говорить Жукову? Смотри прямо сейчас. Все примеры, которые ты услышишь в этом видео, взяты из жизни реальных Жуковых. Это истории, которыми они делились во время интервью. Хотя, учитывая специфику их социотипа, думаю, в их жизни уже все сто раз успело поменяться. А на момент, пока ты посмотришь этот ролик, успеют поменяться еще раз. Почему так происходит? Почему Жуков сменяет занятия, увлечения, работы, места жительства со скоростью торпеды? Прежде чем ответить на этот вопрос, я опишу вам портрет среднестатистического Жукова, который приходит ко мне на консультацию. Еще на этапе записи на интервью, выбора даты, времени и так далее, Жуков отчетливо дает понять, что ему нужно пройти типирование срочно, сейчас, безотлагательно, а лучше еще вчера. Потому что завтра он уже перегорит и у него начнется новый курс обучения, очередной ретрит, марафон и вообще он переезжает. Записывая стакет безысходности на ближайшую свободную дату, Жуков обязательно уточнит, возможен ли перенос в случае форс-мажора. И вообще лучше напомните мне, пожалуйста, за день-два, а то я могу закрутиться, завертеться и забыть. На типировании Жуков выглядит и ведет себя так, как будто бы он бежал марафон, забежал на типирование, а потом снова куда-то побежит. Во время интервью Жуков частенько будет называть себя нерешительным, а в пример приводить истории, как он записался на марафон 100 километров, готовился к нему целый год каждодневными усиленными тренировками, затем пробежал марафон 200 километров, которому тоже готовился каждый день усиленными тренировками, затем ребята с марафона рассказали ему о моржевании, и вот теперь каждый год он с осени по весну плавает в ледяной воде. А в ответ на вопрос, так в чем же все-таки была нерешительность, ответит спокойненько, там просто еще был марафон 300 километров, и вот на него я уже не решился. Понимаете, да? Если спросить у Жукова, чем он занимался, в ответ вы услышите приблизительно каталог профессий. Менеджер по продажу, маркетолог, мастер по маникюру, администратор и репетитор, коуч, предприниматель, дизайнер. Одна Жуся, как-то почитав описание своего социотипа и список рекомендованных сфер деятельности, обнаружила, что она попробовала уже почти все из них, а также сдавала чехлы в аренду, продавала срубы, изготавливала адресные таблички на дома, и это только начало списка. Я попросила нескольких Жуковых из чата беты написать, чем они занимались в течение жизни. Я сейчас покажу вам парочку примеров этих списков, это прям реально огромные списки, и просто удерживайте себе в голове, что один список принадлежит одному человеку, и он уже всего столько успел попробовать за жизнь. Дизайнер графический, в рекламном производстве, администратор, продажи, менеджер по рекламе, свое дело было по изготовлению рамок из дерева, резала на лазере. Сейчас видеомейкер и начала обучать. Агентом по недвижимости, продаже и аренда, сиделка, продавала бани и срубы, оформляла свадьбы, сдавала чехлы в аренду, изготавливала адресные таблички на дома, а самая первая работа рвала книги для производства туалетной бумаги. Из последнего помощник продюсера, а еще тренер по тайм-менеджменту для мам, про дизайн человека еще интерес был, но не пошла, много информации для меня. А, курьером еще работала и официантом. И, кстати, да, по тайм-менеджменту я не успела поработать. Закончила полиграфический, сначала и год работала верстальщиком в издательстве, потом ушла учиться в экономический, работала в банке. Пока училась, работала курьером, накопила на курсы, пыталась работать бровистом, визажистом, но совсем недолго. Подрабатывала фотографом, потом ушла в декрет, стала делать украшения с пельями и параллельно вязала топики. А потом уже пошли куклы, этим я занимаюсь уже больше двух лет впервые в жизни. И вот самая последняя сейчас открыла ИП и торгуя на маркетплейсах. Куклы остались. Преподавала в Украине английский детям, работала на закупках из Китая для компаний в Днепре, трейдинг. Преподавала английский взрослыми детям в Китае. Работала в австралийской компании в Китае, занималась трейдингом, организовывала встречи и конференции. Параллельно подрабатывала переводчиком, делала на заводах для заказчиков квалити-контроль, занимаюсь маркетингом, проект-менеджментом, консультирую малые бизнесы по стратегии развития, начали свое дело, еще не закончили, стала сертифицированным арт-терапевтом и начинаю консультировать. Поступила на психолога. Параллельно окончила. Китайская филология, сертифицированный мануальный тестировщик, сертифицированный маркетолог, нидерландская школа маркетинга. Шесть раз начинала учиться игре на фортепиано, и это не конец. Четыре раза начинала заниматься вокалом, и это не конец. Сертифицированный массажист, традиционный массаж, уровень целительства рейки есть. Занималась этими, проводила сеансы. Сертификация по консультированию, сертификация по коучингу, пока все пробую, чтобы понять, что мне надо. А еще занималась бальными танцами, участвовала в соревнованиях и первый взрослый по бадминтону. А в детстве я мечтала стать композитором и собиралась поступать, кстати, в театральной школе. Меня отговорили. Но в 2022 году пойду еще на курсы актерского мастерства. Крупье казино. Менеджер казино. Охранник. Строитель. Зам. Директор спортивного магазина. Супервайзер. Дальше уже свои проекты. Оптово-розничная продажа красок и материалов. Студия художественной росписи интерьера. Мастерская плюс розничный магазин эксклюзивных подарков, инкрустированных в Сваровске. Веб-студия. Детский центр раннего развития. Тренер обучения навыкам решения жизненных и бизнес-задач, проблем, выхода из кризисов. То, чем сейчас занимаюсь. Флорист и управляющий цветочного магазина. Консультант, мебельные материалы и комплектующие. Сфера красоты. Менеджер магазина, управляющий учебного центра и магазина, руководитель отдела продаж, менеджер по развитию, руководитель филиала, организатор пиар-акций, админ, управляющий салонов, УЦ магазинов. Ресторанная сфера. Админ, продавец, официант. Офис-менеджер в разных сферах. Консультант, менеджер, админ в разных сферах. Копирайтер, писатель, психолог. После типирования Жуков запишется на коучинг, обучение и вообще давайте мне все консультации, которые у вас есть. А также запишет на типирование жену или мужа, всех своих коллег, подчиненных. А в конце закажет консультацию, как мне теперь на них всех влиять. Как сказала мне одна Жуковка, такое впечатление, что жизнь готовит Жукова к выживанию в непредвиденных ситуациях. Если вдруг случится конец света, то Жуков и маникюр умеет делать, и за психолога сойдет, и таблички адресные на дома организует. Такова природа Жукова. Спайка волевой сессорики, экстраверсии и иррациональности рождают человека активного, амбициозного, деятельного, решительного и неусидчивого. Разрыв между идеей и ее реализацией минимальный. Пока ты сидел и думал, репу чесал, Жуков уже успел запустить пять проектов, а на момент, пока ты это осознаешь, он уже отпустит их в свободное плавание или вовсе забросит. И запустит новые. Поверхностный в плане распыленности анализ внешнего мира превалирует у Жукова над саморефлексией. Вот нет времени остановиться и подумать, что я сделаю, потому что уже нужно бежать, бежать, бежать дальше. Мотивом для Жукова является преодоление, достижение, победа, обретение нового статуса, лидерство и отсюда поиск сфер, где галочка еще не поставлена, где есть зона для роста. Никогда не говори Жукову. Зачем тебе диплом доктора философии и философских наук, если у тебя уже есть диплом доктора философии и экономических наук? Как можно поступать на коуча, если ты еще не доучился на психолога? Зачем тебе запускать продажу чехлов, если ты еще не распродал тот склад игрушек? Какой еще курс по тайм-менеджменту, если у тебя нет времени на курс по тайм-менеджменту? Зачем было покупать такой дорогущий марафон, ты еще предыдущие четыре не прошла? Долго еще наш семейный бюджет будет уходить на твои бесконечные образования? Какой еще кризис-менеджер? Ты вчера запускала детский центр раннего развития. Зачем тебе писать книгу, если ты не собираешься ее издавать? Затем, что природа такая у человека, возможность побороть сложность, решить задачу и таким образом развиться, цена сама по себе. Очередной диплом, очередное звание, регалий, цены сами по себе. Очередная галочка на доске достижений и сертификат, аккуратно сложенный в папочку, цены сами по себе. Пытаться эту природу изменить тщетно и бессмысленно. Если ты пожарник, ищи сферы, где нужно тушить пожары. И я сейчас не про огонь. Субтитры создавал DimaTorzok